29 октября во всем мире отмечают день борьбы с инсультом. Сегодня в учреждениях здравоохранения республики прошли дни открытых дверей, где каждый мог получить консультацию специалиста абсолютно бесплатно. А для тех, кто в связи с болезнью не смог выйти из дома, весь день работали телефоны горячей линии. Подробнее в следующем сюжете. По данным специалистов, сегодня инсульт угрожает каждому пятому россиянину. В списке причин смерти этот диагноз уже на втором месте. Как выявить симптомы инсульта и как с ним бороться, сегодня жителям республики рассказали в Чебоксарской республиканской больнице. Для пациентов и для родственников пациентов очень важно вовремя получить правильную психологическую помощь и психо-серапевтическую помощь по той причине, что инсульт является сильнейшим стрессом, стрессом, который влияет на дальнейшее восстановление. Я здесь, потому что эта тема актуальна для меня, для моей семьи. Она коснулась меня непосредственно, поэтому мне будет полезно узнать, как предостеречь себя от этой болезни. Острым нарушением мозгового кровообращения, то есть инсультом, в первую очередь страдают люди пенсионного возраста. Но за последние годы этот страшный диагноз все чаще губит и молодые жизни. Сегодня регистрируется до 50% случаев инсультов в молодом возрасте. Ежегодно в России проходит от 450 до 500 тысяч инсультов. У нас в республике регистрируется около 3000 случаев этого заболевания ежегодно. И в связи с этим заболеванием ВОЗ объявил инсульт глобальной эпидемии. Волонтеры провели опрос, чтобы выяснить, насколько жители понимают всю опасность данного заболевания, и на что нужно обратить внимание специалистам. Но и на этом список мероприятий, посвященных борьбе с инсультом, не окончен. В трех крупных торговых точках Чебоксар были проведены скрининг-обследования, где любой посетитель комплекса мог проверить артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина и сахара в крови, функциональное состояние сердца и, конечно же, получить бесплатную консультацию от специалиста. Очень удобно тем, что Центр здоровья выехал к нам в Мадагаскар, потому что, конечно, у нас с временем людей не всегда достаточно времени, чтобы сходить обратиться в больницу. А здесь вся помощь квалифицированная оказывается на месте. Те, кто не успел воспользоваться представленными услугами в честь Дня борьбы с инсультом, могут проконсультироваться со специалистами завтра по телефону горячей линии 21 39 22 с 9 до 12. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...